Музыка Для открытой веранды я совсем недавно купила вот такую ярко-красную кормушку для калибри. Калибри, друзья, у нас кроме Аляски, наверное, во всех штатах есть. Ну, я живу в Южном штате, в Луизиане, но я знаю, что и в Айове, это уже северный штат, тоже есть калибри. Вот, жду калибри. Как видите, я уже налила, приготовила им сиропчик, сделала я его, у меня вот есть три способа, вот из этого препарата, это именно для калибри. Он там розового цвета, вот видите, розовый цвет, разводится водой, инструкция написана здесь, смотря сколько хотите сделать, какой объем инструкция здесь, просто нужно добавить воды и все, и как следует перемешать. Вот, и получается красный цвет, но у меня здесь сама бутыль, бутыль, вот эта кормушка красная, поэтому, а вот и калибри, друзья. Меня, наверное, боится. Ладно, сейчас я закончу рассказ. Может быть, кто-то только приехал в США и познакомился, узнал, вернее, что в США у нас существуют калибри. Вот, значит, я рассказала про то, как я сделала сироп из порошка. Уже две было, только что, только что было две калибри. О, как их привлекает яркий цвет. Обычно производители делают или вот эти цветочки ярко-красными, а я вот решила, вот это, наверное, получше будет, и купила красную бутылку. Вот, емкость. Второй вариант, это, видите, жидкость, концентрированное вещество, его тоже разводят водой. Ну, не порошок, а просто жидкость. Они, видите, так как их привлекает красный цвет, еще и делается, бутылка может быть прозрачная, бесцветная, вот поэтому наливается красный, красный, красная, красный сироп. Вот. Вот она, калибри. У меня там цветочки посажены, по-моему, они их любят. Вообще, помимо этой кормушки, действительно, я как садовница, вон, видите, она собирает нектар. Сейчас к нам, наверное, прилетит. Ну-ка, я сяду тут, подожду чуть-чуть. Может, правда прилетит. На чем я остановилась-то? А! Вдруг мое видео кто-то посмотрит, кто недавно прибыл в США. Вот, приехали новенькие мигранты. Узнали, что здесь калибри и не знают, как делать для них сироп. Нужно просто пойти в магазин для садоводов, как я, например, это делаю. Я иду в Walmart, там есть отдел для садоводов, и там есть всевозможный корм для птиц. Я его тоже покупаю, у меня кормушка для птиц есть. А вот для калибри вот такие вот препараты, как эти два продаются. Продаются. Да, прилетела, вот она. Ой, ты моя солнышко. Ой, ты моя лапочка. Кушайте, кушайте, все для вас. Друзья, калибри меня поражают тем, такие маленькие пташки, вот такие крохотулечки. Казалось, какие у них там мозги. А ведь вы знаете, вот они, например, сейчас вот они прознали про мою кормушку, и на следующий год они будут прилетать именно на это место по весне и ждать эту кормушку. Я обычно так и делаю. Раз увижу, два увижу. Прилетели калибри. Я хоть и в Южном штате, у нас субтропический климат, но на зиму, именно в нашей климатической зоне, в Луизиане, калибри улетают, ну, куда-то, наверное, в тропике. Вот, калибри остаются в Луизиане чуть южнее, чем нас. Там тоже субтропики, но все-таки ближе к экватору. Вот, а у нас они покидают нас на зиму. Вот, весной, это я уже рассказываю вам из собственного опыта, они прилетают и помнят, где в прошлом году у нас на веранде висела кормушка. Вы понимаете? Это что, вот, память или инстинкт? Я точно не знаю. Но я, например, куда-то съезжу на машине, хоть убейте меня, я не помню, как туда ехать снова. Вот так вот человек, вершина животных, вот так вот о калибре помнят. И каждый год они прилетают и начинают тут порхать, жужжать своими крылышками, пропеллерами. Ждут. И я, конечно, вывешиваю кормушку. Вот. Еще про один способ я не рассказала. Вот, прямо мимо этого, чтобы пойти в Walmart или какой-то еще другой магазин, купить такие вот быстро приготовляемые сиропы из концентрата жидкого или из порошка. Вот. Обычный белый сахар. Пропорция берется. Одна часть сахара, четыре части воды. Вот. Ну, размешать как следует. Мы же тоже чай, когда готовимся, с сахаром размешиваем. И тут размешать, и потом налить. Вот. И ждать своих гостей. Ну, это, пожалуй, все, что я хотела сказать по поводу калибри. Как я готовлю для них сироп. Вот. Да, еще, пожалуй, одну вещь скажу, что калибри, очень много их бывает по осени, когда они готовятся, по-видимому, к перелету к дальнему. Они отъедаются сиропом. Их просто облака около этих кормушек. Вот. Они между собой даже ссорятся там, делят эти цветочки на кормушке. Ну, короче, усиленно питаются сиропом. И тогда их просто тучи. У меня есть видео. Я как раз сняла этот момент. Это интересно наблюдать. Посмотрите это видео. Я дам информацию о нем. Спасибо, что выслушали. До свидания. See you later on my channel. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok